МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «За семью печатями». С вами Елена Набокина и Юрий Зайцев. Сегодня мы поговорим о таком модном веянии среди молодежи, как селфи. Это фотографии, опубликованные в сети интернет, которые рассказывают о частной и даже интимной жизни человека. Тема нашей программы – частная жизнь на всеобщее обозрение. И мы представляем гостей программы. Людмила Туманова, художник. Аплодисменты. Юрий Рыльский, психолог. Анна Сырцова, тоже специалист, психология. И Юрий Сурин, фотограф. Но давайте сначала все-таки обратимся к нашей уважаемой аудитории и зададим пока самый главный, самый важный на сегодня вопрос. Ребята, кто из вас зарегистрирован в социальных сетях? Поднимите, пожалуйста, руки. Абсолютно все. На самом деле, статистические исследования показывают, что всего только 2% населения из 7 миллиардов, которые не зарегистрированы в социальных сетях и вообще не знают, что это такое. Но, как видим, здесь противников социальных сетей нет, а есть только активные пользователи. Ну и, соответственно, появляется вопрос, что же вы размещаете на своих страничках? Ну, очень много имеется фотографий личной жизни. Как вообще, где, куда ходим, какие места посещаем. Спасибо. А вы что? Ну, собственно, у меня все то же самое, но все люди делают фотографии. Сейчас это вообще очень вошло в моду, как бы. Они куда идут, то и фоткают. То есть это настолько достигло такого масштаба, что еда, даже, не знаю, новые ногти, что угодно, все становится объектом внимания. А у меня будет такой вопрос для наших зрителей. А для чего вы это делаете? Для чего вы кладываете сведения в контакт или еще в какую-либо социальную сеть? Я немножко поясню, кто я. Некоторые называют меня поэтом, некоторые называют стихотворцем, некоторые называют душеведом. Я пишу стихи. И люди некоторым, которые я вам пишу стихи, они хотят, чтобы эти стихи были опубликованы. Некоторые не хотят. Это очень личные стихи. А некоторые хотят, чтобы знали о них другие. То, что я пишу, многим нравится. То есть вы разносите информацию, и как раз те стихи, свое творчество несете в массы. Чтобы люди знали, в том числе обращались к вам, чтобы вы им тоже написали стихи. А у меня появился такой вопрос. Все выкладывают путешествия, поездки, встречи с друзьями. А есть у кого-то так называемые селфи, фотографии? Поднимите руку, у кого есть? Хотелось бы мне поинтересоваться все-таки, селфи это какое? Это просто на фоне ресторана, кинотеатра? Или у кого-то есть экстремальные селфи? Где вы с парашюта прыгаете? А какие селфи есть? Да, абсолютно любые. На фоне дома, квартиры, стена. Самое любимое селфи какое? На фоне чего? Любимое селфи, это, наверное, когда я ездил отдыхать, на фоне моря. Это самое лучшее селфи, мое любимое было. Девчонки загадочно улыбаются. Наверное, у них есть очень интересное селфи. Нет, таких интересных селфи нету, но в основном выкладываем то, то, что хотим как бы показать. Не то, что даже похвастаться, а хотим выложить свои яркие моменты жизни. То есть, куда сходили, с кем погуляли, чтобы люди увидели нашу жизнь, наши все идеи, что мы пытаемся воплотить. Все вы пользуетесь обычными селфами, сами себя сфотографировать на телефон, фотоаппарат, потом поделиться своими фотографиями с друзьями. Но давайте посмотрим, какие есть селфи неоднозначные и экстремальные. Внимание на экран. Как вам вот эти фотографии на фоне неба, прыгающий водопад? Это вообще классные селфи? Как вы думаете? Ну, я считаю, что это круто, намного лучше, чем обычное селфи. Нестандартное решение сделать селфи, когда ты летишь в небе, или забраться на какое-то высокое сооружение, показать всем город и себя сфотографировать. Ты бы хотел такое селфи? Возможно, да, я бы сделал такое селфи. Что движет людьми, которые, мало того, что испытывают какой-то экстрим во время прыжка, там, совершенно на какой-то высоте, даже пожар за спиной. Вот что движет человеком, чтобы сфотографироваться, запечатлеть вот этот момент? Расскажите, пожалуйста, Юрий. Селфи же это возможность показать. Себя показать, показать свои интересы, полюбоваться, получить, самое главное, какую-то обратную связь, отклик. Вот экстрим, ну, наверное, как-то приобщиться к этой ситуации, может быть, удивить кого-то, может быть, показать свою причастность к этому событию. То есть тут могут быть какие-то элементы и самолюбования на этом фоне экстримов. Юрий, а вот вы фотограф. Скажите, у вас есть селфи? Лично делаете ли селфи? Очень много на самом деле. Это какая-то зависимость даже. Приходишь на какое-то мероприятие, в какое-то место, и как-то уже подсознательно ищешь даже зеркало, чтобы через него себя сфотографировать. Зеркала нету, уже какой-то предмет, который, например, там, тарелка, которая блестящая, металлическая, вот в ней себя вот ищешь, да, и фотографируешь потом. И выкладываешь, опять же, эти в социальные сети, в Инстаграм, вот что-то. Почему мы так это делаем? Ну вот, на юге, тоже фотограф верно говорит, что у человека уже просто появляется зависимость от того, чтобы не только он себя наблюдал со стороны, да, он нуждается уже в том, чтобы его наблюдали все со стороны. Такая некая демонстративность, она, в общем-то, с одной стороны, неплоха, да, но, с другой стороны, это приводит к печальным последствиям, зачастую. Как мы видим, люди готовы забраться куда угодно, не для того, чтобы там совершить что-то хорошее или замечательное, а просто чтобы их все увидели в какой-то экстремальной ситуации. Но вот ответ Юрия меня, конечно, поразил немножко. Вы все-таки же как фотограф, вы, наверное, привыкли быть сами за объективом, но уж если делать фотографию с вашим участием, да, то, наверное, это профессиональный фотоаппарат, это композиция какая-то, какой-то пейзаж. Вот от вас мне очень странно слышать, что вы делаете селфи себе. Ну вот как-то хочется даже в том же фоторепортаже, который я делаю, да, вот в интернете размещаю там из 50 фотографий, хочется, чтобы я там был, присутствовал, вот, например. Елена и Юрий, я вас сейчас перебью, попытаюсь объяснить. Вот я часто вижу фоторепортажи, которые Юрий публикует в своем блоге, ну, помимо, конечно, девушек Твери красивых, я наблюдаю, что вот он фотографирует бедные все эти мероприятия, а его никто не фотографирует. Да и сфотографируюсь хоть сам. Щелк взял. Ну, на самом деле, неправда, неправда. Вот меня тоже очень много фотографируют, да, со стороны, потом присылают фотки. Вот если мою ВКонтакте открыть страничку, да, то можно там наблюдать, наверное, около там уже шесть сотен фотографий со мной, да, там какая-то часть вот фотографировали люди меня, где-то я себя фотографировал, где-то это на телефон снято вот это селфи, да, вот это иностранное слово, на самом деле, трудновыговариваемое, да, вот может у нас даже есть русский, русский заменитель вот этому. Есть вот, как думаете, трудновыговариваемое есть из-под выпадверта? Нет, нет, чтобы было легче произносить слово селфи. Ну да, но это селфи, откуда оно пришло, это слово? Вы знаете, откуда оно пришло, вот сейчас мне почему-то очень интересно задать такой вопрос. Вы за популярностью хотите вот, гонитесь? Почему? Вот зачем вы выкладываете? Это какая-то популярность, это рейтинг, это вот как, самореализация. Для чего вот вам нужно? Вот эти лайки нужны, чтобы люди все заметили и сказали, как это здорово, вот для чего, Юрий? Вот неизвестно, вот неизвестно, вот непонятно. Мне кажется, это какое-то соревнование между своими сверстниками. Люди видят, да, как они что-то выкладывают и думают, мне бы тоже хотелось бы показать что-то. Может, мне нет возможности куда-то съездить или где-то побывать, я залезу, например, в сарай или на крышу и покажу свой результат способности, что я могу. Я думаю, это вот так можно проявить. Вы обратите внимание на природу. Каждый цветок, он не завидует другому цветку, он растет, цветет сам по себе, но если общая картина создается, создается приятное впечатление природе. И вот здесь нет, надо приходить ближе к природе. Человек, допустим, кто фотограф делает, он хочет показать жизнь с другой стороны. Там любая фотография, любого, в частности, в Сурине, она живая, понимаете? Есть вода живая, есть вода мертвая, есть живая фотография, есть мертвая. И художники, я сталкивался со многими художниками, великолепная техническая работа, выполнена, все замечательно, но там нет души. Понимаете? А вот у меня сразу вопрос к нашему художнику, Людмила. Вот расскажите, как вы считаете, вообще нужно это селфи делать или лучше действительно художество на то и есть, чтобы показать всю красоту природного мира, богатство красок? Я так глобально-то не отвечу, конечно. Конечно же, раз это явление существует, конечно же, оно нужно, понятно. Но чисто с эстетической точки зрения, я считаю, что к искусству это, конечно, не имеет отношения. Но в подавляющем своем большинстве, да, эти фотографии. Хотя случались, что я видела фотографии очень красивые. Но я думаю, что это случайно получилось. И сейчас, пока я вас слушала, я вспомнила, что в своей профессиональной деятельности я использовала фотографии селфи. Вот сейчас вспомнила. Были у меня заказы, связанные вот с парашютным спортом. И я помню, когда я рылась в интернете, да, находила я очень интересные фотографии, когда там в полете, там в совершенно сумасшедших позах люди. Ну, то есть, вот этот экстрим, да, конечно, ну, есть интересные кадры. Вот. И что могу сказать еще? По поводу себя. Оказывается, я тоже, я так думала, я-то использую селфи. Да, вспомнила, использую. Ну, я с точки зрения того, что я занимаюсь спортом, вот, занимаюсь полдэнсом, от танца на шестей. Бывают такие моменты, где в зеркало себя не увидишь. И ставишь телефон, и фотографируешь, или снимаешь себя, чтобы посмотреть со стороны. Ну, то есть, это вот такое селфи, чисто, ну, как сказать, профессиональное, да, наверное, не для того, чтобы выкладывать его в социальных сетях, а для себя, для повышения квалификации, скажем так. Простые обыватели пытаются прославиться разными способами, выкладывая свою жизнь на показ. Одни фотографируют то, что они съели сегодня на обед, другие, как они сходили в туалет, третий, где они покушали. Но, зачастую, вы, наверное, помните, недавний скандал, сенсация с учительницей музыки из Конакова, Еленой Корнишонковой, где она снялась для своей социальной странички ВКонтакте или Фейсбуке обнаженной. Да, причины вот этого, конечно, могут быть свои, у меня лично свое мнение. Почему? Помните вот этот момент? Вот, как вы думаете, вот кто-нибудь из вас сам разделся бы догола, выложил бы фотографию себя голого в своей социальной сети? Между своих знакомых, между своих друзей я вижу такие фотографии, где девушки ходят в солярий и фоткают себя в купальнике, в зеркале, просто селфи выкладывают это. Ну, для меня это как бы, в этом нет ничего такого позорного, можно сказать. Я считаю, это нормальным. То, что если бы я там была так же на море или там, ну, сходила куда-нибудь, я бы тоже себя так сфотографировала и не считала бы это как-то противозаконным или еще можно как-то назвать. Я считаю, что учитель, преподаватель это уже должен служить как примером для учеников. Учитель он в школе, а за пределами школы он такой же простой человек, как и мы. Что у него не может быть? Он не может поехать на море, он не может отдохнуть с друзьями. Так может, как в Австралии, принять закон и запрещать добавляться в друзья ученикам и учителям? Это был выход. Давайте опустим вопрос с учительницей. Это действительно клинический случай. Это действительно, мне кажется, просто крик души человека, который долгое время был в нервном напряжении. У учителей это часто случается. И, допустим, что касается обратной стороны этой медали, хочу сказать следующее. Очень сейчас растет поколение, которое не совсем адекватно смотрит на окружающую действительность, потому что селфи выкладывают все-таки позитивные моменты в жизни. А что в действительности остается за кадром, этого никто не видит. те же самые букеты цветов, фотографии на фоне дорогих автомобилей и так далее, и тому подобное. То есть такая вот некая завуалированность прекрасной жизни. И поэтому многие из молодежи стремятся к тому, что видят и хотят, чтобы не хуже, чем. А по поводу голого интима я уже сказала тоже. Своё мнение, соглашаясь с молодым человеком, это всё-таки клинический случай, на мой взгляд. Вот мне тоже хочется спросить и у Юрия, и у Анны по поводу всё-таки шентимных обнажённых фотографий. С точки зрения как взрослых людей, так и действительно, вот если взять и рассматривать тот же случай, как ученики, как детям-то не навредить, скажем так, этими фотографиями? Конечно, каждый человек может себя фотографировать как ему угодно и в любой ситуации, но это какой-то личный альбом всё-таки для семейного или личного пользования. У каждого общества есть определённая мораль, и она предусматривает, ну, как вот сейчас сказали, здравый смысл, социальные рамки, и если вы ребёнку говорите о роли учителя, о том, кто это в его жизни, и вдруг он видит что-то, что не укладывается, ну, скажем так, в понимание ребёнка о том, каким должен быть учитель, то это будет его безусловно шокировать. Абсолютно согласна с Юрием в данном вопросе. Конечно же, по поводу детей, да, у них, естественно, дисбаланс создаётся, потому что тот светлый образ учителя, который им закладывают родители, общество, никак не будет ввязаться с тем, что они увидят вот эти вот картинки совершенно из другой жизни. И этот дисбаланс, просто любой дисбаланс это нарушение. И, соответственно, конечно же, да, это не очень приятно. Что в итоге может быть? То есть ребёнок не будет слушать на уроках? Или что? Он просто будет внутри копить в себе вот эти вот сомнения. У него вот это будет нарушение, дисбаланс такой происходить. Это просто вот он не будет понимать, как действительно социально должен себя вести взрослый человек, а тем более такой человек, как учитель, который является примером. Если на фотографиях появляются, опубликовывается жизнь другого человека, вот в частности произошёл такой скандал с казанской студенткой, которая во время операции, вот мы сейчас видим фотографии, во время операции пациентки она стала фотографироваться, держа в руках её органы. Мне кажется, что это совсем неправильно, это даже, можно сказать, ужасно, и это уже тянет на какое-нибудь психическое расстройство, фотографироваться с чужими органами, тем более, если это идёт во время операции, мне кажется, это очень противно. Ну да, это уже просто перебор, в никакие рамки не лезет, это уже, ну, моё такое мнение, что это нарушение личной жизни какой-то вот. Чем эксклюзивнее, как говорится, фотография, тем она больше просматривается, ставятся лайки, все мы это видим, нам всем приятно, да, счётчики крутятся, как говорится. приятно увидеть фотографии чужих органов, да, на фотографии? Ну, а что ж поделаешь, ну, вот приходится иногда вот идти на такие, как сказать, жертвы, вот там органы какие-то выкладывать. То есть вы не видите в этом ничего страшного? Как-то искать какие-то новые моменты. я помню репортаж из Морга, да, из Морга, да, который самый, можно сказать, один из просматриваемых, как говорится, надо какие-то искать вот новые, интересные какие-то композиции. Людмила, можно я скажу, распирает? Да, Людмила, где искусство, где композиция, о которой говорит Юрий, скажите нам. Я не знаю, я не чувствую в этом искусство, конечно, я хочу сказать первое, во-первых, я считаю, что, допустим, до моих вещей даже никто не имеет права дотрагиваться без моего разрешения, да, ну, то есть это нарушение прав собственности, а тут органы внутренние, которые однозначно мои, ну, то есть, и если человек лежит в наркозе, он не может дать согласие на то, чтобы дотрагивались до этих вещей. Это раз. А второе, вот тут много психологов, и, наверное, как бы известно такое понятие, как профессиональная деформация личности. Я думаю, что для этой девушки, которая вот так вот фотографирует, для нее это нормально, то есть она не испытывает никакого дискомфорта, правильно? Вот, и, ну, для нее это совершенно обыкновенная фотография, точно так же, как на море с ракушкой сфотографироваться. Вот, ну, то есть это я понимаю, но смотреть на это ужасно. Это ужасно. Люди смотрят, все равно людям смотрят. Это не профессионализм изначально. Дело, да, еще и в том, что, конечно же, в любом случае, эта девушка не для себя такие фото делала, да, чтобы там дома просматривать тихо в уголочке. Наверняка она это делала для того, чтобы показать это многим людям, чтобы это увидели, чтобы это удивило людей. Вот то, о чем я говорила, вся жизнь за лайки. То есть ценность вся жизни, не поступки, не достижения реальные, а количество лайков. Ну, так ты, с другой стороны, получил лайки, да, а женщина-то и не знает, что ее органы, там же не написано, чьи органы. Ну вот. Готова поблагодарить вас за то, что вы мне показали вот это, да, потому что я хотя бы буду знать, что это возможно, это ужасно. И я буду хоть, я не знаю, не дай бог, конечно, попасть на операционный стол, и я пока не знаю, что с этим делать, с тем, чтобы обезопасить себя, да, и всех моих родных от таких вот моментов. Но, я говорю, плюс в том, что я теперь понимаю, что это есть. Еще маленький вопрос. Вот, понимаете, можно показать органы, какие есть у человека. Они у всех есть. Но моя, вот, моя задача, пытаюсь определить, есть ли у человека душа. Вот, если вы поверите или не поверите, у меня разработана справка. Справка от душеведа. То есть, каждый человек может ее заполнить и дать. Там очень своеобразные, там три анализа. Три анализа. Есть вообще у человека душа. Если какой-то 200 лет тому назад Гоголь пришел к мысли, что мертвые души у людей, я сейчас прихожу к такой мысли, что люди вообще бездушные. Скорее, это, конечно, какой-то редкий частный случай. Дело в том, что в медицине очень правила строгие, там, идентология, много очень внутренних правил. Наверное, девушка, может, уже и не учится, вот, в училище. Скорее всего. Да. И, то есть, ну, вот то, что мы видим, это, ну, чаще, наверное, это просто какой-то очень такой эпизод один, который для нее, наверняка, вот он так просто. Вы просто хотите успокоить, но я говорю, если это попало в сети, если каким-то образом телефон оказался в операционной, да, и вообще, ну, мне страшно, действительно, мне очень страшно. Ну, что ж, да, вот так, Юрий, а ведь действительно, одни сделают, потом вторые начинают повторять, а вдруг действительно пойдет вот такая волна. Раньше было модно еду фотографировать, теперь полет, а сейчас уже и органы. Ну, смотри, есть определенные правила поведения, и они все-таки здесь, они строго отслеживаются, там и уголовная ответственность предусмотрена, так что здесь, я думаю, ну, это, скорее всего, какой-то эпизод все-таки очень редкий. Почему? Студентка на практике, правильно я понимаю? Да, на практике была. Учебный процесс идет. Ребята, кто из вас является студентом? Пожалуйста, поднимите руки, нет, нет, поднимите руки, кто из вас хоть раз сфотографировался на паре? Ну, вот была пара, вы сфоткались, сами себя или преподаватели, без разницы. Практически все. Вот, то есть, это проник в лужевую культуру. Какая разница, на кого они учатся, на медика или там на бухгалтера? Разница большая. Давайте я вам все-таки еще, может быть, несколько слов. Сейчас, сейчас, сейчас. Работая преподавателем в колледже Каняева, буквально именно сегодня мы с ребятами как раз таки сделали это селфи. Ну, ребятам, видимо, захотело что-то пропиариться, может, преподавателем там, молодым. В общем, сегодня буквально на уроке мы сфотографировались с ребятами в классе. То есть, это, я считаю, в какой-то степени нормально. Ребята сфотографировались с вами живым, правильно? А не с вашими органами. Юрий, вы что-то хотели? Я хочу, все-таки есть разница, когда мы фотографируемся счастливый, улыбающийся, дружеский снимок, и никто не возражает против него, да? И мы его разместили там от какой-то группы. И когда мы видим вот такую ситуацию без всякого спроса, мало того, вообще не позволительно подобного рода снимки. Я бы хотел чуть-чуть тему так пошире, что ли, когда люди пытаются с помощью каких-то знаний полученных о другом, какой-то информации подсмотренной, как-то полученной тайно, или же явно вот это была информация получена, общались вот два человека, рассорились, разошлись, а потом в качестве мести там, в качестве какого-то назидания, что ли, выкладываются снимки, которые другого могут очень сильно задеть, интимного свойства снимки, которые будут наверняка иметь какие-то последствия тяжелые для психики другого человека. Ну как, эта проблема решается юридически, если не ошибаюсь, неприкосновенность частной жизни. Недавно в Твери даже молодой человек получил реальный условный срок за то, что выложил фотографии своей бывшей экс-избранницы в интернет там тоже в неприкосновенном виде. решается. Да, решается это, решается, и в том числе вот так, как охрана, значит, что можно делать, что нельзя. Но есть же внутренний контролер, который вот существует, как мы называем это совестью. Вот здесь вот очень важно, что... Юрий, я прошу прощения, что перебиваю. Я понимаю, можно отомстить, сделать человеку назло, но тут вот просто я хочу вернуться к этому случаю, медицинскому случаю. Скорее всего, тут проблема в самой девушке. Это вот, так сказать, в ее способности просто здраво размышлять о том, что она делает и где она находится и, собственно, на кого она учится. Тут вот эти проблемы, проблемы морали, нравственности, это ее внутреннее развитие. Ну, это, я думаю, все-таки эпизод. Это же вот... Не думаю, что это вот такая проблема, которой там заражены все люди, которые находятся в медицине этим. Если говорить о деформации личности, она, конечно, присутствует и развивается. У всех людей, у которых есть высокий контакт социальный с другим человеком, это социальные такие профессии, как учитель, там, значит, врач обязательно, медсестра, это юристы, то есть очень много людей, которые заняты в сфере социальных услуг, да и еще там, где много горя и боли и непонимания тебя. Вот все, что я перечислил, туда можно отнести. Конечно, будут личностные деформации, профессиональные деформации, связанные с профессиональным выгоранием, но это уже как бы другая, понимаете, статья. Может быть, мы и у девушки можем найти эти же признаки и симптомы, отчего такие идут, значит, снимки выложены. То есть это одна большая проблема. Но с другой стороны, может, так как она врач, она уже привыкла, для нее это нормально, как вот нам выйти с цветочком сфотографироваться. Деформация, конечно, для человека нормальная. В данном случае я не думаю, что девушку уже она затронула. Она и не замечается человеком, деформация. Для него деформация имеет защитный характер. Если мы о ней будем говорить, там еще много всяких, значит, течений и причин. Но речь идет о чем? Вне деформации что люди делают? Надо ли, используя такие возможности, как социальные сети, интернет, специально устраивать кому-то боль, зная, что это потом трудно поправить? Специально устраивать какие-то вещи, где будут провокации прямые, шантаж, еще что-то? Это получается все равно, что социальные сети используются всего лишь как топор, и можно и дерево срубить, и человека зарубить. Ну, конечно, это же инструменты, все зависит от того, что ты там делаешь. И вот если говорить о селфи, и мы там хотим поделиться с кем-то своим душевным состоянием, красотой природы, тем местом, где мы находимся, а есть люди с таким вот выраженным нарциссизмом, скажем так, самолюбованием, или же которые себя неадекватно оценивают, может быть, очень занижены, а это способ выйти из этих ситуаций конфликтных, внутриличностно-конфликтных. Я буду лайки собирать, и это поможет не успокоиться, предположим, когда сеть используется для того, чтобы как-то... А давайте спросим как раз у Юрия Сурина. Если ваши фотографии перестанут собирать лайки, их перестанут просматривать, бросите это занятие? Ну, Выкладывать сеть. Я не говорю фотографировать, а именно выкладывать сеть. Да. Как бы моя-то задача заключается как фотограф, фотокорреспондента, отображающего жизнь людей, города, чтобы их смотрели. Если, соответственно, не будут лайки, не будет перепостов, не будет просмотров, счетчики остановятся, все, для кого я тогда фотографирую, соответственно, тогда придется это занятие бросить и переключиться на что-то другое, там, свадьбы фотографировать какие-то, если это не будет смотреться. Этот, да, вот этот вопрос к чему? Просто вот те фотографии, что мы, и экстремальные селфи, и интимные, и вот это с органами, да? Когда Вы просматриваете ленту новостей, хочешь, не хочешь, ты видишь некоторые фотографии, в том числе, которые мы сегодня не видели, но некоторые мы просто не видим. Почему? Потому что мы не переходим по определенным ссылкам, или в новостной ленте нельзя поставить, наверное, лайк. Вот, чтобы заманить, да, заманить, вот, чтобы он нажал на ссылку, поставил лайк, как раз вот, и люди делают вот эти там фотографии, такие более колоритные, вот с органами, там, еще там, какие-то, да? Потому что человек настолько низменное существо оказалось, что его кроме вот... Это было, всегда так будет, люди на фоне пожара, люди с органами, ДТП, да, вот вроде вот эти ДТП, да? Вот одно и то же, одно и то же. Столкнулась машина там с жертвами, если еще, да, это хорошо там для СМИ, вот, больше народу будет просмотреть, и там вот погибло там 3-5 человек, да, вот в заголовок трупы лежат, все, сразу в топе новостей, все смотрят, я сделал хороший, добрый фоторепортаж, там открыли, например, завод-дорогу, да, это не смотрят, это неинтересно. А, ну и открыли, открыли, да? А вот там вот люди погибли, вот, человек сразу переходит по ссылкам, там дом сгорел, там изнасилованы. Куда уходят наши нравства? Нравится, нравится людям страшно. Вспомните фразу «хлеба и зрелищ». То есть человеку необходима информация, это самое большое удовольствие, что человек испытывает от новой информации. И чем более она экстремальна и вызывает, ну, взрыв адреналина, конечно же, она более интересна. Все хорошо, я считаю. Ну, по-другому не может быть. Ну, а где же, где же воспитание, где же нравственность, куда все это уходит? в небытие? Мы уже забываем, перечеркиваем все границы. Ну, да, 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 в вопросах нравственности. В смысле нравственности остаются только вот эти вот позывы животного характера, зрелища. А где у нас нравственность? У нас весь мир вот живет... Нужно воспитывать. Человек, самое злое существо из всех животных, из всего животного мира, да, и жестокое, да. Почему мы выбились вот так вот, да, вот в люди, как сказать, в кавычках. Не потому что самое злое и жестокое. Поэтому, потому что мы самые жестокие, мы эксплуатируем мир, вот эта кровь, насилие над животными, вот, почему мы вот так вот и сидим здесь. Ну, не поэтому, потому что у человека другие причины есть. Потому что человек обладает такими способностями, которые животные не обладают. Поэтому, но не потому что человек самый злой, конечно же. Поэтому будем воспитывать нравственность. У нас есть право выбора всегда. Выбор между добром и злом. Сейчас эти границы размыты, ну, время такое. Как говорил Эммануил Кант, есть только звездное небо над нами и моральный закон внутри нас. Проблема начинается, когда это становится единственным, что их интересует. Если их больше ничего не интересует и они вокруг собственного образа живут, ходят и все делают для того, чтобы себя всем показывать и навязывать, ну, вот это уже, наверное, будет им мешать жить. А в селфи, как сегодня, и каждый из нас может это делать, и профессионалы есть, которые заняты этим, для того, чтобы продавать что-то. Вы смотрели программу «За семью печатями». С вами была Елена Набокина и Юрий Зайцев. До встречи через неделю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...